ребят всем привет сегодня у нас первая экскурсия после карантина но во всяком случае та на которую я сегодня иду мы погуляем с вами в окрестностях реки пирита я не знаю смогу ли я там снимать или нет потому что вчера снимать точно смогу а вот как потом я буду рассказывать я не знаю меня нет такой аппаратуры чтобы рассказывать вот сверху уже на видео до что-то говорить такой у меня возможности нет я не даже не представляю вообще как это делается но вчера пришло нам сообщение от этой туристической фирмы сказали взять с собой наушники с круглым штекером потому что народу записалось много на экскурсию группа полная и нам нужно соблюдать дистанцию два плюс два правила поэтому нам всем выдадут устройство которое ну аудиогид мы будем слушать в наушниках информацию идти слушать информацию в наушниках как я буду передавать эту информацию вам я не знаю может быть параллельно параллельно с тем что буду слышать то что мне там будут говорить в уши я буду озвучивать это вам при съемке и я не знаю я затрудняюсь честно говоря мы посмотрим строго не судите что получится то получится во всяком случае показать вам красивые места я обещаю сейчас ждем сейчас ждем автобус я пришла рано еще буду сидеть и ждать и жду автобус так рано приехала скоро мы с вами отправимся на экскурсию смотрите вот такую нам дали штучку и сейчас я слышу что нам говорит гид сказали что аппаратура новая такая вот штуковина так все пойду я теперь первый объект который мы будем проходить это вела вела трек вот эта девушка была со мной в израиле какой-то стадион это велотрек и его окружность триста тридцать три метра тридцать три сантиметра и три миллиметра и три сантиметра мы сейчас пойдем посмотрим на мост на монастырь я не знаю как вам слышно идти приходится быстро мы сейчас выходим костью реки пирита и на другой стороне находится монастырь святой биргиты ой какой ветер ветер ужасный сейчас нам рассказывают историю почему построили здесь монастырь 1215 году епископ альберт который обосновался в риге создал орден причинутся и объявил все северные земли от риги объявил святыми и посвятил их деве марии матери иисуса христа монастырь на той стороне и кроме того обозначил эти земли паломническими в сервисе красные то сюда потянулись священники монахи которые должны были совершать паломничество. В XIII веке с приходом датчан было основано очень много церквей и монастырей. Особенно если мы поедем в сторону Нарвы, и если внимательно наблюдать по дороге, то можно очень много церквей XIII-XIV века увидеть. Человек шведского происхождения, богатый человек, решил создать здесь монастырь. В 1406-17 год было создано общество, которое занималось строительством. И к этому времени они съездили в Адстану, в шведский монастырь, где находится один из монастырей святой Биргитты. И привезли оттуда святые мощи святой Биргитты и текст песен сестер. Для того, чтобы сразу петь в монастыре. И в 1411 году был построен монастырь. Он был огромный, там жили и монашки, и монахи. И было 6 священников, которые были служить, и 16 первых дев, которые должны были стать монашками. Это часовня семьи Кохов. Семья была очень богатая, и у них очень много недвижимости в Толине. Род. Семья большая, но мы будем говорить только о нескольких людях из этой семьи. Андерс Кох брал боброк все земли, которые находятся вокруг. Было это еще в 18 веке. Также он был основателем большой гильдии. Все в горку и в горку идем. То есть, что такое оброк? Надо было платить годовой оброк за земли, которые берешь в аренду. Бери сколько хочешь, главное плати. И делай на этой земле все, что хочешь. Прошу прощения, Андерс это был внук основателя большой гильдии. Плохо слышно, потому что кроме того, что говорит гид, еще и жутко ветер дует в уши. Получаются такие шумовые помехи. Вот такой отсюда вид на речку Перита. Красиво птички поют, сосны. Ой, в какое место мы пришли. Сказали смотреть под ноги, что здесь очень опасно. Здесь подземные ходы, можно провалиться, ноги сломать и все, что хочешь. Хорошее местечко, веселенькое. Два уши. Боже. 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 Эту мызу называли райские кущи. Это не она. Все выше и выше и выше. Ой. Экстремалы. Это бункеры советского периода уже. Ну когда-то было красиво, да. Вот мы пришли к Мызе. Вот это дом, это амбар был. Тут и в этом доме для телег. Было помещение. Находится под охраной государства. Здесь был фруктовый сад, в котором было 90 яблонь, 25 слив. Огромное количество смородины, крыжовника. Очень много птиц. 57 разных птиц. Ну в хозяйстве домашние. Домашние птицы. Как раз. Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы. Легко. 1792 года мыза в барочном стиле. В 1940 году здесь, вот в этом здании, находился штаб НКВД, военный трибунал, военный трибунал. А здесь жили офицеры в 40-х годах. Вся мыза под охраной государства находится. Вот мы побывали на мызе Кохов. В 1925 году Кох собрался продавать свою мызу, продавать банкиру Шелли, банк которого мы знаем и сейчас. Но не успел, не успел продать, умер. Вопрос встал, кому отойдет наследство. А семья Шелли считала, что они законные уже владельцы в 1939 году. Но когда споры так и продолжались, здесь поселился, когда началась война, в 1941 году, эсэсовский офицер. Ну и вот, как нам сейчас говорят, что в немецкий период мыза была более-менее в порядке. Вообще мыза должна была перейти 10-летней дочери Коха. Здесь даже был пляж во время войны. А в начале 90-х годов снова начались разборки, чье же это все. И это уже начались разборки между двумя семьями Кохов, которые в Германии, и Шелли, которые тоже в Германии. Ну, оказалось все очень сложным, потому что всякие юридические законы, препоны, это все тянулось и тянулось. И на данный момент так и неизвестно, кому же это все принадлежит. Ну, вроде бы они как-то между собой договорились, что одна часть принадлежит одним, другая часть другим. Вот сейчас женщина задала вопрос, что было в советское время, начиная с 44-го года. Это военным принадлежало, принадлежало военным до 90-го года. Ну, потом они все бросили, стало это никому не нужным. Место красивое. А вот эти подземные ходы, где нам сказали быть очень осторожными, это были все в советское время. Во время Накохов здесь не было, конечно, никаких подземных ходов и укреплений. Вот, красивое место. Красивое здесь. И она придет и идет дальше далеко-далеко, потому что она не придет. Сейчас посмотрим, как тут живут люди в этом районе. Сейчас мы выйдем на улицу Козы. Это барвина. Это барвина? Да. Хотите, я вам дам, наконец-то. А у вас он дома растет? Почему дома? На кладбище. А, на нарвовке. Нам с тобой капли, зовут-ка. Где мама с папой? Вот, что-то чудесно. Заодно посмотрите, как живет частный сектор в Эстонии. Домики разные, есть очень такие простенькие. А есть непростые, которые поприличнее, где уже в 90-е годы были построены. Для кого-то и сейчас здесь остались райские кущи. Да, прогулочка получилась интенсивная. Ой, как жарко здесь. Уф. Ну, и теперь вы понимаете, кому-то хозяин сейчас купили. Смотрите, у вас собака. Хозяин. Хозяин или арендант? Ну, резиденция. А вон он, машина садится. Да? Да. О, счастье какого-то. Да. Плакали. Очень добрый год. Наш посол. Ага. Посол? Да. Наш посол. Машина садится. Ночи счастливые судьбой, конечно. Ну, вот так рукам обойдем, поэтому мы с той стороны тоже не можем. Ну, хорошо сделано. Красиво. Красиво сделано. Это еще. Мы послушаем. Минуты. Да? Значит, куплюки не дают. Здесь повыше. Стэн. Да, вижу, да. Ребят, закончилась наша экскурсия. Несколько непутевая. Не скажу, что я в восторге. Мягко говоря, я вообще не в восторге. Мы пропахали, прошагали по Европе 8000 шагов. Ну, это ладно. Это хорошо. Самое главное то, что было неинтересно, ребята. Вот честно. Вот мне теперь есть с чем сравнить. Но как-то в эту фирму что-то мне больше не хочется соваться. Вот так. Вообще неинтересно. Человек даже не мог ответить ни на один вопрос. Который был задан. Ну, ничего. Отрицательный опыт. Тоже опыт. Получилось, как получилось. Что там получится вообще, я не знаю. Как посмотреть. Может, и монтировать не стоит. Посмотрим. Все, ребят. Хорошего дня. Всем пока-пока. Можете полюбоваться еще на море. Вот там вид на город. И променад, где мы с вами весной гуляли. Ранний. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok